Частный бизнес умеет считать деньги, а нефтяники особенно. Поэтому они быстро оценили преимущества газа и вслед за Алроса начали массово переводить технику на этот экологичный вид топлива. К тому же газ дешевле в два раза, чем бензин и дизель, и его не надо завозить, так как добывают на месторождении сами. Затем очищают, и он поступает на заправочную станцию компании ТАСС Юрях Энерго, которой РНГ помогает развивать сеть газовых заправок на территории республики. К примеру, одной заправке большегрузному тягачу хватает доехать до Ленска и обратно, а экономия за месяц исчисляется десятками тысяч. То, что на газу, в общем, разницы никакой нет. Тяга у нее такая же, по коням то же самое. В общем, мне нравится она. Я всем советую. Не пахнет гарью вот этой самой солярки. И сам чисто выглядишь не в мазуте. Дизельный автомобиль одного из руководителей месторождения также перевели на газ. Водитель доволен и сложности в обслуживании не испытывает. Поставили на газ с 12 июля. Работает на газу отлично. Ничего не клинит, никакие агрегаты ничего не отказывают. И самое главное, что-то экономит солярку. Это сейчас здесь ставят на технику газобаллонное оборудование своими силами. А в самом начале пути практическую и теоретическую поддержку проекту оказала Алроса. Ну, мы у них, в частности, в МАТП, в МАЗ-Дур-Трансе, переоборудовали два УАЗика. Ставили газобаллонное оборудование у них. И расспрашивали, спрашивали, что, да как, чему. Переоборудование прошло успешно? То есть вы результатом довольны? Да, довольны. Машины ездят, нареканий нет. Вполне отлично. Сегодня на природном газе в РНГ работает 15 машин, а к концу года нефтяники собираются довести эту цифру до 122. Данных показателей планируют достигнуть за счет республиканской программы расширения использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте. Она предполагает субсидирование тем юридическим и физическим лицам, кто займется переоборудованием автомашин и строительством газовой инфраструктуры. Роман Муконин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».